Юным спортсменам есть на кого равняться, но у нас есть повод следить за 25-м международным турниром по фехтованию среди кадетов, потому что кого-то из нынешних участников мы можем в будущем видеть на этом стенде. Среди сегодняшних участников мы отыскали, наверное, одного из самых юных. Саша, привет! Сколько тебе лет? Мне 13. Как тебя занесло на кадетский турнир? Ну, я увидела в расписании, что здесь кадетский турнир, решил поучаствовать. Я, ну, для себя лично, я плохо отфехтовал. У меня недавно была травма, я потянул паховую мышцу, за это не получалось свободно фехтовать. В принципе, нормально. Ну, не мой возраст, 99-й и 2002-й, вы понимаете. Нам тут шепнули, что ты у нас ходячая энциклопедия, знаешь себя в фехтовании. Знаешь, чем именно мы называем турнир? Да, в честь двукратного олимпийского чемпиона Сергея Шарикова и серебряного. В Аталанте 96-го года он проиграл Станиславу Познякову. А какие у тебя есть герои фехтования? Расскажи. Мне очень нравятся Дмитрий Ригин, Алексей Черемисинов, Ахмахтузин. Он, кстати, бронзу завоевал на чемпионате мира. И серебро в Будапеште в 2013 году. А в 2014 году он не участвовал из-за травмы. Сафин мне в прошлом году понравился. Третье место на чемпионате мира. А в наших соревнованиях первым бронзовым призером стал Анатолий Бачков. Заход в четыре победивший одного из лидеров кадетского рейтинга Владислава Мыльникова. Но побороться с Иваном Трошиным в полуфинале реперист из Башкортостана не смог. Бой закончился со счетом 15-5 в пользу москвича. Второй полуфинал между Кириллом Бородачевым из Самарской области и Богданом Бармаковым из Санкт-Петербурга до первого перерыва проходил в равной борьбе. Но во втором периоде при счете 4-4 самарский реперист нанес 11 уколов подряд. В финале Кириллу Бородачеву удалось взять реванш у Ивана Трошина, который в табло 8 был сильнее его брата Антона. Кирилл владел преимуществом весь поединок и лишь в конце Иван сумел приблизиться к сопернику на 5 уколов. Итоговый счет финала 15-10. Я очень рад за это, во-первых. Хочу сказать большое спасибо своему тренеру, ну и еще родителям. Рад был, можно сказать, так отомстить им Трошина за своего брата. Был тяжелый бой из Курска с мальчиком 15-14. Не последний бой был, там мог продолжать. Все-таки одолел его. Еще был с Бармаковым сложный бой. Ну, дожал его. Сдался, можно так сказать. Ну, на первенство России съездить надо и попасть на Европу, желательно первым номером. Этим успехом Кирилл во многом обязан своему тренеру Ильине Владимировне, которая поделилась своими переживаниями и планами на будущее. Спасибо большое. Я довольна сегодня своим учеником. Он подтвердил позицию лидера сейчас на данный момент. И вообще в хорошей форме. Он сегодня делает приемы, над которыми мы, в общем-то, трудимся на тренировках. И очень старается. Я верю в своего ученика и думаю, что у него все получится. Самая главная задача – это отобраться в сборную страны, где он будет защищать цвета нашего флага на первенстве Европы. И если получится, на первенстве мира по кадетам в своем возрасте. Ну, вот и надеемся, что они и в команде, и он лично проявит свои лучшие качества. Характер у него есть. И был всегда. Меня всегда радует его брат-близнец Антон Бородачев. Он тоже всегда заряжен на победу и фехтовал сегодня хорошо. Но это спорт. Он проиграл один укол за вход в четыре. Но удерживается тоже вот в этих очках. И я думаю, у него есть неплохие шансы тоже отобраться в сборную страны. Это всегда такой большой, значимый турнир. Он проходит в Москве. Это единственный из отборочных турниров, который проходит в Москве. Все-таки это столица нашей Родины. И очень волнительно здесь фехтовать. Здесь руководство, все. Очень хорошая организация, флаги, гимны и сопровождение музыкальное. Поэтому здесь и волнительно тоже фехтовать. Вот поэтому это один из значимых турниров после первенства России, конечно. Сегодня у нас появилась возможность добавить в репортаж немного экспертного мнения. И мы решили этим шансом воспользоваться сполна. Поэтому, Дима, расскажи просто комментарии по финальным боям. Ну, тут по финальным боям можно сразу увидеть, что... Конечно, мне очень понравился, как фехтал Бородачев. Я его не видел никогда на соревнованиях нормальных. Но фехтал он действительно очень хорошо и эффектно. То есть даже не будучи экспертом, можно увидеть, что прям он сегодня был явно сильнее своих соперников. И по желанию выиграть, и по скорости, и вообще по тем приемам, которые он демонстрировал. Ну, его соперник Трошин в первом полуфинале тоже хорошо выглядел. Выглядел он хорошо, но, я думаю, за счет своего соперника. Не за счет своего фехтования, а за счет того, что его соперник был немножко, может быть, не готов выступать на таком уровне. Насколько я знаю, он первый раз вообще попал в призы. Поэтому, может, он еще пока не готов был бороться за высокие места. В целом понравилось тебе сегодня соревнование? Ты сегодня почти весь день здесь провел? Ну, почти полдня, да, я приехал сюда с тренером пообщаться с первым. Ну, соревнования, да, неплохие. Я тут тоже когда-то выступал. Выступал гораздо хуже, чем финалисты. Поэтому, в принципе, на чей-то успех посмотрел. Тоже хорошо. Спасибо тебе большое. На этом все. Смотрите завтра соревнования по рапире среди девочек.